А я смотрю на неё, думаю, шо это за женщина такая красивая пришла, она сидит такая, говорит, а вот угадай, кто я. А я говорю, не буду угадывать, ты точно не Гоша Куценко, поэтому сама представляйся, давай вот так вот, как будто бы ты президент, президент страны, ну и повыше, не стесняйся. Повыше что? Бокал? Бокал и микрофон, как будто бы ты президент страны. Давай, я, конечно, не представляла себя в этом образе. Да, вот сейчас я тебе вот такую штучку сделаю, и ты такая, после неё начинаешь, давай. Дорогие друзья, ну что ж, с наступающим вас, с наступающим всем здоровья, счастья, успехов, мира, добра. Это я, Загдиана. Это президент рынка Даниловского или что? Почему так-то? Не знаю, у меня такой получился образ, собирательный. Потому что у нас весело и классно, здорово. Слушай, расскажи, пожалуйста, каким был твой Новый год в детстве? Ты же девушка у нас восточная, есть какие-то особенные у вас там традиции, я не знаю, там бараны на ёлку вешать или, ну что-то такое вот необычненькое. Ну, у меня было такое, наверное, советское детство. Что вы там, хлопок перебирали, рис? Нет, кстати, вот нас не отправляли на хлопок, хотя вообще-то все должны были ехать, но мы, так как мы были учениками музыкальной школы, мы были все такие музыканты, у нас там ручки, нам нельзя. Они собирали, а вы играли на скрипочке рядом. Попадривать, да? Нет, нет, не ездили, не отправляли нас ни на картошку, ни на, вот, в общем, нам была скачуха, да? В этом плане. А вообще было, классно было, я всегда ждала этот праздник, всегда ждала Новый год, я всегда ждала подарки, я верила в это волшебство. Единственное, у меня всегда был вопрос, вот Дед Мороз дарит подарки, а почему мам с папой не дарят подарки? Вот у меня всегда был такой вопрос. Вопрос ответственности у тебя прям с детства уже был актуальным для тебя. Когда ты поняла, что Дед Мороз это все-таки какая-то подстава? Ну, в смысле, что подстава в том плане, что... У меня тут ребенок сидит в студии. Что ты не знаешь, когда придет Дед Мороз, да? С кем, что он подарит. Да, у нас, конечно, тут очень... Вот у тебя сын верит в Дед Мороза? Да. Как его зовут-то? Давай в эфир, зовите ребенка. Мик, иди сюда. Мик. Микаил. Микаил, садись. Викушка, давайте снимем тебе все-таки... Ребенку микрофон, подвиньте кто-нибудь, пожалуйста. Вот этот вот, да, опускаете. Давайте, давайте, да. Так, садись или становись. Давай. Смотри, твой первый или не первый эфир? Радиоэфир. Нет, уже был он в эфире у меня. Да, так что не дебют, знает. Мик, здорово, привет. Здрасте. Здрасте, громче давай говори. Давай, здрасте. 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 Сразу видно, что растет восточная мужчина. Как дела? Рассказываю тебе. А ты к Новому году готов? Да. Что, Дед Морозу письмо писал? Нет еще. А будешь? Да. А что так поздно-то? Вдруг не успеет привезти подарки? Ну, он уже устно сказал. А, говорит, мама, передай. Мик, что ты хочешь в этом году получить? Ящерицу. Ящерицу? Да. Большую? Нет. Маленькую? Да. А еще что? Слава Богу, не настоящую. Настоящую уже хочет. А, серьезно? Да. Ты думала, шутки шутят? Дед Мороз теперь ящерицы тебя возьмет посреди зимы. Так, а если ящерицы не будет у Дедушки Мороза, что тогда? Я и перестану в него верить. А, слушай. Вот так, ультиматум. Маленький манипулятор у тебя уже вырос. Да, если так, то так. Если нет, то нет. Ясно. А у Снегурочки что-то будешь просить? Нет. Почему? У Деда не существует. Как это? Если Дед Мороз существует, то Снегурочка тоже должна быть? Ну, что-то я ее никогда не видела. Потому что у нее дел сколько. Знаешь, этот пока старый с бородой ездит, подарки развозит. Там же бухгалтерия, дебет, кредит. Все, Снегурочка? Так что ты задумайся. Сейчас ящерицу уже поехала тебе выбирать, наверное. Да, новости какие, узнаешь у вас на романтике. Что у нас ящерица жила. Вдруг была искусственная, а теперь настоящей стала. Смотри, скоро захочет что-нибудь еще. Он уже хочет, но мы стараемся. Передавать все требования Дедушке Морозу, да? Мы стараемся, да, чтобы как можно позже. То есть все эти собачки пока не готовы к этому. Я тоже так же просила, кстати, собачку в детстве. Три года просила. Я развешивала в своей комнате только фотографии собак. Я смотрела фильмы только про собак. В общем, у меня был такой очень серьезный натиск на родителей. Ну, как бы в итоге собачка появилась. Потом мы удивляемся, да, в кого у нас дети. Да, и я как бы с ней гуляла ровно... День. Неделю. Вот неделю я с ней погуляла, но потом у меня там учеба, потом с этой-то я слишком... Ну, уже взрослая жизнь была, конечно. Я не высыпалась, и вообще это было очень, правда, тяжело. И такая собака, знаете, сейчас вот как-то уже, мы знаем, есть такие породы, которые не надо там с ней гулять. Она сама ходит гулять. Малышки такие. Чихуа-хуа, да, вот такие вот карманные собачки. А вот с этой у нас был французский бульдог, вот ему прям требовалось гулять конкретно. Ну, умели выбирать всегда, да. Да. Он еще и храпит, кстати говоря, да, храпел этот парень. Ну, это было потрясающе. Я знаю, что у тебя в этом году много событий произошло, классных, знаковых. Клипы, песни, менеджмент, рост карьерный. Этот год действительно был настолько удивительным, насыщенным. Он был прям такой прям длинный год, прям, когда в день очень много событий, и тебе кажется, что это было уже утро, это было вчера, и поэтому весь год кажется прям таким большим. И это здорово. У нас действительно, мы сняли три клипа, мы выпустили альбом долгожданный, которого, кстати, не было. В итоге я посчитала, сколько лет, семь лет не было альбома, оказывается. Ну, как говорится, семь раз отмерь, а один раз выпусти альбом. Поэтому ты все правильно делаешь. Да, так и сделали, да. Потом мы сделали сольный концерт в Москве, это тоже был первый концерт. Так, Дедушка Мороз звонил, извините, да. Насчет ящерицы нет. Насчет ящерицы, говорит, нет, закончились на складе. Вот. И его не существует. Ну, 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 не расстраивайся. Вот. Мама сейчас что-нибудь придумает. Так вот, и я, на самом деле, очень благодарна этому году за то, что он мне подарил прекрасных людей, с которыми мы сделали очень интересные дела, и будем продолжать их делать, чему я очень рада. И огромное спасибо всем. Правда-правда, очень всех люблю, очень всем благодарна нашему Golden Look Management. Вам привет. Пасалуй. Золотой, золотой лук. Да. Привет вам большой. Смотри, ты артистка. Артистка. Я. Да. А у нас все артисты сегодня приходят с подарочками. Да. Ты тоже с подарочками пришла. И подарочки мы кому дарим? Слушателям. Да. 229 20 68. Это телефон прямого эфира. Вы прямо сейчас должны, друзья, позвонить по телефону прямого эфира, и подарочек достанется одному из вас. 229 20 68. Сейчас мы узнаем, Сагдиана, что будет дарить. Ну, конечно, альбом наш. Так. В первую очередь. Новый. Альбом на диске. Новый альбом старый. Так, что еще? И будущий, да, еще которого нет. Ну, и здесь у нас очень приятный такой подарочек. Так, красиво. Это уход. Да, уход не тот, который... Из эфира. Уходовый уход. Ну что, будем надеяться, что для косметических... Да, косметические, да. Класс. Дорогущий лакшери-вип. Дикий люкс. Давай выберем... У нас доступно 6 линий для звонков. Выбирай одну из них. Называй цифру. А, цифру 5. Цифра 5. Да. Итак, цифра 5. Сейчас мы узнаем, кто здесь. Алло. Алло. Здрасте, как зовут вас? Игорь. Игорь, поздравляю вас. Здравствуйте. Поздравляем вас. Вы выигрываете уход за кожей лица от Сагдианы. Поздравляем вас. Игорь, есть жена, девушка, соседка, кого-то, может быть, кого вы очень любите? Мама есть. Мама. Вот маме, как будет классно от Сагдианы получить подарок. Ну или сами можете пользоваться. Чего нет? Вы снежинкой были в детском саду? Да, я была именно снежинкой. Я всегда хотела быть снегурочкой, но как-то не срасталась у меня с ней. Сереж, вы здесь еще с нами? Я Игорь. Игорь, да. Игорь тоже хорошо. Смотрите. Игорь, Сагдиана, соединяю вас, пожалуйста. Сагдиан, вот может пожелаешь человеку что-то хорошего? Игорь, от всей души вас поздравляю с Новым годом, с наступающим. Я вам желаю счастья, здоровья, успехов. И чтобы вот все, что вы загадали в этом году, под звон, под бой курантов, обязательно, чтобы все исполнилось. Я вам от души этого желаю. Вот видите, какой вы везучий. Что всегда вам везло. Хорошо, Игорь, договорились? Конечно. Да вы как-то расстроились. Вы же Игорь, а не Серега, что? Вы не печальтесь, у вас все точно будет хорошо. Трубку не кладите, я передаю вас редактору, который вам расскажет, где и как вы получите подарок, который Сагдиана для вас приготовила. Я тебя люблю, вот так вот, from the bottom of my heart. Желаю, чтобы в следующем году было прям вообще и клипы, и песни, и вот это прям, чтобы быстро, чтобы сердце было магнитом, чтобы не мучилось, не маялось, чтобы все было здорово, и все обязательно получилось. Это очень взаимно. Сейчас мы песню твою будем слушать, новую, которая называется «Я выбираю тебя!» Ура! Фу! Ура! Мика, пошли ящерица искать. Секция наступающего!